буквально сегодня прочитал отчет о тени в израиле как же вы чтобы вы не думали что есть такие отчеты у нас у нас они есть и это подтверждает абсолютно то что я вам говорил уже и до этого и возможно в этом видео ставлю вот пальмы смотрите все отлично только на картинке потому что тени от них нет вот эти вот деревья эти посадили все классно но в этом случае посадили их очень маленькими наверное или не выросли короче тени на этой улице нет хотя деревья вроде бы присутствуют также и на этой улице также абсолютно и на вот этой вот смотрим да есть деревья вот тут небольшие украшательные это видимо здание поставила себе вот там пальма пальма и деревья к сожалению тень в израиле это прям уже становится скоро деньги начнут за нее брать но это и так стоит больших денег да то есть подсчитали там минздрав еще совместно с кем-то я уже не помню они сделали такой подсчет что чем больше будет тени тем больше будет людей тем с тем лучше люди будут себя чувствовать и меньше они будут обращаться за помощью в больнице тем будет больше экономия государства государство тратить деньги на то чтобы лечить людей которые пострадали от жары до всякие разные то есть короче пусть улучшить условия нужно людей как и на рабочем месте так и повседневности тогда люди начнут меньше болеть как но окей это такие исследования бывают это все нормально и я не понимаю почему в нашей такой жаркой безумной жаркой стране людям зачастую насрать на тень ну людям смотря каким дачем чем темнее человек тем больше ему насрать на тень по моим наблюдениям а люди жару эту воспринимают по-разному все физиологически вот но в основном нашему брату такому белокожему то вот такая жара она вообще как бы не не заходит конечно все упирается в деньги вот видите постоял в промзоне решено 11 минут заплатил шекель 13 вот я включаю эту всю байду панга программу по стояночке потому что бесплатно там искать потом выезжать так далее да я заплачу шекель вот тут можем посмотреть смотрите зелено зелено года видно зелено все и вот там вот тоже зелено а тени нету смотрите вот смотрите на асфальт тени нету вот только что человек шел идет полностью освещенный солнце вот и я же об этом говорю так вот ребята сказали что значит самое простое самое дешевое но не сильно то дешевле это 900 шекелей за квадрат стоит например построить колонады перед какими-нибудь заведениями перед какими-то зданиями есть еще один вариант да это строить здание очень близко к пешеходным вот этим проходом то есть очень близко к пешеходикам чтобы тень давать до от зданий было но мне кажется этот способ в израиле исконно присутствует и колонады под которыми там типа нужно ходить строить дома вот вплотную к дороге хотели это сделать и ради тени или нет скорее всего нет но так уж получилось вот но мне этот способ не нравится вот способ с деревьями например он стоит тысячу шекелей за квадрат я не очень понимаю почему такая стоимость но окей предположим вот но с деревьями что хуже эффект не моментальный а нужно ждать приблизительно восемь лет и и и в этом есть вся соль а соль заключается в том что такие вещи это есть планирование кстати если вы не знали то до сих пор нет глобального стратегического планирования застройки израиля об этом тоже недавно писали если вам интересно то можете про это сами поискать это удивительно но это так и я уверен что и у городов не у всяких у нас есть вообще какой-то план на долгие годы там застройки и как это все будет выглядеть и поэтому некоторые города выглядят как бы ну вот как это место типа поприличнее да такие вот дома а некоторые города выглядят хаотично абсолютно хаотично потому что по сути как их застраивать решает мэрия окей и вот тут то же самое смотрите куча деревьев вот реально куча деревьев где день где тут тень вот выглядит все отлично а ходить поэтому но основную часть суток представляется мало реальным да поэтому да поэтому больше будут покупать машины чтобы ездить хотя бы в кондиционер чеки вы можете мне сказать что никакая тень от такой жарище не спасет а действительно тень не так спасает тут как где-нибудь другом другой стране в другом поясе да действительно тень не так спасает как каком-нибудь другом возможно климате но вспомните тенистые старые деревья в тель-авиве в рамадгане это же совсем другое дело может быть душно но ты идешь как бы то есть справляться с духа той отдельно а с солнцем отдельно намного проще чем совсем одновременно детям тоже не очень-то полезно таком солнце да говорят что и рак кожи там разные другие которые проявляются на чрезмерном нахождении на солнце пребывание на солнце это тоже как бы влияет и да вот таким образом заботятся о поколениях вперед вот таким вам но это в моем понимании так должно быть а получается да получается никто не хочет ждать даже восемь лет и я не знаю возможно есть деревья которые можно сажать уже более взрослыми не ждать восемь лет нужно проверять что интересно что по их отчету бергала и беседки они тоже стоят те же самые деньги и вот мне вообще не бы не очень понятно как может строительство колоннады вдоль дома стоит то же самое что поставить беседку и и как то же самое построить посадить дерево дерево возможно сложно вырастить изначально саженец да ну этот это единственное что мне приходит на ум но я не пойму что легче закупать вообще может как голландии цветы ой сейчас мне напишут что израиль уже обогнал голландию по поставкам цветов кому он это было только один раз когда был не урожай цветов в голландии так что я не понимаю как это все стоит одинаково честно говоря я приехал в икею куда вы думали в икеечку я пытаюсь здесь найти стоянку оказывается очень непросто сейл в икее это такое маленькое зло еще придется становиться тут на солнышке зато на травушке смотрите какое место ну что вы скажете красота же безумная красота потому что мы в савьоне сейчас ну я конкретно я просто объезжаю пробки я здесь не живу не тусуюсь у меня нет здесь друзей но это же безумная красота а почему все вот вы подумайте почему ну кроме заборчиков заборчики такие есть не только тут домов мы сейчас не видим за этими заборами практически да они все там чуть по отдалям а красивая дома красивая но вот смотрите да что там такое происходит там да есть домик есть но самое главное почему так красиво деревья большие вот эти вот фикусы вот эти вот баобабы вот это на самом деле фикусы мы-то знаем уже от алены что это фикусы просто все улицы тенистые в деревьях смотрите человек идет вот женщина идет да вот идет и ей хорошо при этом потому что она идет под деревьями я еду прямо в машине мне уже не так жарко как я стоял под солнцем сейчас на трассе понимаете в этом весь прикупать там вообще все когда я говорю нахрена вообще пилить эти деревья вот смотрите они здесь даже не обрублены вот ну вот так освободили до чтобы машины могли проехать вот смотрите там где пешеходы они даже там не подстрижены в дома покашивается в дома и нормально все да никто с этим него никто не борется в савионе зеленью вот так вот я прямо назову видео вот таким вот огромным названием потому что это же кайф это жека и город не растет у нас ничего вот растет растет или что умели растить а сейчас вот перестали уметь да а сейчас все сейчас уже разучились разучились растить деревья в чем в чем дело что не поливают да нет у нас он в пятахе все подряд поливают типа все ну журчит скворчит и ничего не происходит как бы да везде эти трубки лежат то пробитые то еще что-то то то работает бывает но нет такой красоты и только и всего зелень знаете чего значит понимаете почему нет вот может быть и еще какой то есть секрет но самое главное ой смотрите какое дерево вообще кайф смотрите атас я не знаю что это но это просто же красота красота почему у нас еще плюс ко всему деревьев не так много как хотелось бы да их стригут постоянно их просто тут вот тоже смотрите но это пальмы я вижу вот да это вот состригли вот это пальмы вот пальму даже какую-то убрали но пальмы состригать нужно потому что у них вся эта нижняя вот волосня она значит отсыхает вот ну у пальмы такой пальм пальмы почему я говорю против пальм пальмы типа красиво для для открыток там картинок да но зелени от них нет никогда не будет вот смотрите сейчас посреди дороги пальмы растут вот да вот мы выехали с авиона вот смотрите ну где-то здесь он вот с правой стороны остался и все и деревьев то уже вот меньше намного года а вот посередине между дорогой а вот стоят пальмы от пальм 0 тени 0 нету но это это нормально еще вот это все райончик мы наверное здесь где-то еще и крутимся это все-таки нам еще окраина с авиона можно сказать не нереальная разница просто так вот у нас постоянно от мэрии бегают вот эти вот озеленители которые на самом деле не озеленители они вредители они и уничтожители можно их назвать уничтожители зелени ну что они пилят и пилят пилят и пилят чё юбилита она только выросла только под этим солнцем поднялась только расправила свои лепесточки под вот этим вот солнцем давайте пропустим женщину с коляской только вот смотрите да красота красота вот стоит такой небольшой каньончик небольшой торговый центр рядом с ним небольшие деревья но тоже уже красиво тоже уже красиво это мы уже выехали из совьёна это у нас гоней тиква по моему если не ошибаюсь мы сейчас тут находимся хороший райончик мы посматривали здесь квартирки разные дома есть если эти вот такие вот и новые вот такие вот постарше как таунхаус такой стекла шоу меня уже уже опять грязная вот стекла не не успеваешь просто мыть ребята незачем незачем мы жили в старом районе в пятахе аромат вербор называется тех кто из пятахи знают я там жил долгие годы он один из самых зеленых я считаю районов в этом городе и постоянно стригут и стригут сейчас я там недавно приезжал проезжал смотрю но они вообще реально еще зелени стало еще меньше чем было потому что они вот прямо приезжают такую под корню там как-то вот совсем уже чтобы совсем уже одни верхушки оставить у деревьев большие тенистые деревья они растут здесь фиг знает сколько времени а вы их берете просто все и вот под корень но не под корень а крону всю там да или там бывает жильцы бывает жильцы вот что еще знаете чего это как бы не гизанут как бы да на иврите говорится это не как это сказать это не направлено у меня не против какой-то определенной там общины но это факт я считаю это мной личный доказанный факт что вот эти вот люди из восточных стран они реально не привыкли к этой ко всей с зелени и им на зелень вот хоть казалось бы да зелень вы не видели ее вот посмотрите это круто не вот человек когда к чему-то не привык он у него нет к этому какой-то душевной привязки вот если вы со мной согласны напишите мне об этом потому что есть у меня вот такая мысль и не интересно если кто-то еще со мной согласен в этом плане нет у человека такой идут ментальные привязки к этой вещи и он будет на нее чхать вот ему все равно и поэтому все равно на деревья вот вот посмотрите особенно вот города где много выходца в восточных стран у них очень часто города больше похоже там на йемен на тунис какой-нибудь да там на египет смотришь там сирию то тоже самое типа когда смотришь совьем например да ну или еще там какие-нибудь города вот другого плана деревне деревне в основном такие мошау поселение то вот смотрите вода вот зелень зелень тут зелень тут тут сады были вот если не ошибаюсь это вот сейчас называется к фар масс по масс ну короче деревня такая вот возле петахтиковым подъезжаем уже и да тоже все в деревьях здесь все в зелени круто круто а бывает приезжаешь какие-то города думаешь да как так то есть вообще 0 0 прибываю в ощущении что люди из выходцы из восточных стран там мы все знаем да откуда то они вот реально им насрать им насрать на эту зелень им пофиг вообще то есть они ее как бы не садят особо не следят наверное не знаю кустарник какой-то и раз уж мы заговорили об этом я буквально недавно обсуждал и с другом своим артуром и вот соленкой значит я честно говоря вот найти вот как часто ходишь и не замечаешь какие-то вещи какие-то моменты обустройство городского придомового ты это просто не замечаешь и а если тебе это вот тыкнуть на это пальцем ты скажешь то не знаю мне это не интересует особо что ты придолбался чё ты чё ты нервничаешь эти чё они не о чем нервничать что ли вот знаете но многие так как бы мне кажется это воспринимают но когда начинаешь замечать ты потом вот-вот вникаешь в суть вопроса ты часто не понимаешь а на хрена это и и другого объяснения просто нет кроме того что просто на тебе сейчас имеют кучу бабла а ты как бы просто этого не замечаешь и сейчас я дам вам один пример вот например есть вот такие вещи вот смотрите я вам покажу да вот сейчас между дорогами смотрим есть такой бордюр чик да наверное метра полтора шириной вот это вот прямо вот между дорогами вот здесь вот между полосами движения значит эти бордюрчики вот тут он просто заложен плиточкой и до свидания конечно я бы предпочел чтобы но мы сейчас на мосту находимся поэтому как бы деревья здесь сажать наверное не самая идея хорошая не знаю может быть деревья часто мешают обзору когда едешь на машине может кустики посадить да вот такие кустики они растут вообще на ура вот такие кусты вот вот ими весь склон засажен видимо они укрепляли здесь то склон засажали этими кустиками очень часто заметьте у вас городах вот вот на таких вот между дорожьем сажают однолетние цветы даже нет спросить не однолетние сезонные сезонные цветы которые на этом солнце вот если вы в одном месте где-нибудь заметите на этом солнце они выживают ну реально очень мало ну я не скажу сколько но пару месяцев это вот максимум я им даю потому что там цветы довольно нежные издалека это смотрится реально красиво выглядит благообразно выглядит как бы хорошо неплохо но у меня один вопрос а зачем постоянно для автомобилистов сажать эти цветы то есть задумайтесь о другом почему этих цветов вы часто не видите для пешеходов и когда вот я сижу сейчас да вот замечаю вот например смотрите это другие цветы мы говорим о других эти более такие жестколистные я вижу но они стоят вот там посередине и их нужно будет пересаживать я вам покажу как-нибудь другой пример который лучше передает мою мысль там ну когда вот будут совсем такие маленькие цветы знаете прям как граммофончики вот были вот там вот на даче у меня такие росли не вижу сейчас здесь короче но там где идут вот пешеходы да для них этих цветов не посажено для них дня нет ничего зачастую хорошо если есть какая-то трава и дерево а очень часто нет ничего а для автомобилиста есть и вы это не во первых это не честно ведь я автомобилист и я сам как бы то есть я пытаюсь думать об этом каким-то образом ну логичным потому что я на автомобиле проскакиваю обычно это место с цветами вот так вот за одну секунду одну секунду и все а теперь давайте подумаем за эту одну секунду я проскочил приблизительно там не знаю пять метров десять метров до 10 метров посаженных грядки этих цветов которые скоро нужно будет за посажать заново потому что эти грядка копаются постоянно а теперь давайте задумаемся сколько денег это стоит вообще вот эти вот 10 метров работы работников под палящим солнцем саженцы вот эти вот доставщика перекупщика каблана то есть подрядчика и сколько в итоге это стоит мэрии все да то есть вот мне недавно писали что в принципе перестелить траву которую вот рулонами дату трава стоит до херища бабла реально до хера вот а сколько стоит цветы тоже да тоже мы уверены что недешево мы в израиле все недешево и теперь спросите а почему здесь я но при том потому что мэрия это не какая-то абстрактная величина а мэрия это абсолютно мои найманые рабочие вся мэрия до представьте вся мэрия это наши с вами найманые рабочие которые исполняют услуги по управлению городом по регуляции управления и так далее да вот и все вот и все вот сейчас номера переизбрали и круто да потому что пошли и проголосовали за нового мэра вот и все и поэтому вот эти вот цветы которые сажают это конечно же мои деньги непосредственно то есть учитывая что я плачу налог на землю арнону одну из самых дорогих в петах текве и одну из самых дорогих в израиле вообще я да я хочу чтобы эти деньги ну не знаю распределялись как-то по по моему мнению с большим умом и вот эти вот цветы одноразовые которые сажаются вот там между дорогой которые вымрут буквально через месяц полтора месяц полтора два ну я не знаю но мне я еду теперь и считаю деньги конечно это приятнее чем например вот такой вот забор здесь стоит да вот забор чтобы не бегали чтобы не лазили забор поставили это приятнее да но ну как скажем так давайте себе представим насколько это приятнее чем забор ну вы проехали его и все конечно я бы предпочел чтобы сажали траву вот как здесь смотрите да очень круто вот вы есть трава вот она здесь когда-то была посажена ее здесь я не вижу чтоб перестилали вот пальмы стоят какие-то вода вот видите когда совсем было плохо в петах теке вот металлические цветы вот видите цветок металлические цветы сажали вы понимаете но это же вообще уже бред это же вообще уже констатация как бы шизофрении он вон вон смотрите вот эти вот кусты ах ты же моё от отлично он даже не заметил что он что-то делает не так привет вот смотрите кусты вот эти вода вот эти их подрезают постоянно их ходят и режут 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 каждый дом постоянно платят садовнику чтобы он приходил и подрезал эти кусты то есть они растут вообще как на дрожжах то сажать эти эти кусты посадите их и все и нормально может не такой плотный прямо этой чередой вот есть менее плотные вон такие жестколистные то он смотрите вон видите между дорогой вот такие вот на бордюр чеки вот там если кто со мной согласен напишите ну не согласны их я и так уже знаю так что мне интересны согласны дядя милиционер штрафует машину которая стоит на красненьком не по правилам и